Вечернее шоу Аллы Довлатовой Я еще раз приветствую всех, кто настроился на наши волны. Итак, друзья, мы сегодня говорим про кино. Потому что лучше всего вечером смотреть, конечно же, кино. Кино – это особый вид искусства. Оно захватывает, оно тебя втягивает. Ты полностью погружаешься в этот мир. И когда вдруг видишь титры, ты думаешь, Боже, уже практически утро, а я и не поспал. Пора на работу. Вот так вот может захватить вас кино. Сегодня у меня в гостях продюсер экшн-триллера «Смертельные иллюзии» Жора Малков. Ну, я так вас уже по-дружески, да? Потому что, честно могу сказать, что вчера с Сергеем Сафроновым мы говорили про этот фильм. И как-то мне кажется, что уже вроде я принимала участие. Настолько много я об этом знаю. Надеюсь, и зрители тоже. Да, кстати, на той неделе Данила Якушев. Ой, слушатели, извините. Слушатели. А так у нас есть и зрители. У нас виртуальная такая великолепная совершенно онлайн-студия. И поэтому, вот это ваш крупный план. Поэтому нас еще смотрят наши любимые зрители ВКонтакте или в Одноклассниках. Так, ну, Жор. Да. Значит, с ребятами поговорила. Данила Якушев, который играет одну из главных ролей. Сергей Сафронов, который, в принципе, является идеологом этого фильма. Ну, одним из. И тоже снимается в нем. А также это наш знаменитый и любимый Мак Чародей. Вот мне интересно. Сколько он, когда вчера мы с ним обсуждали, он мне говорит. Ты знаешь, прежде чем я встретился с Жорой, и мы сняли этот фильм, я обошел, ну, продюсеров 50. Ну, всех продюсеров, которые работают на рынке российского кино. И не один. Ну, вот сейчас я раскрою тайну. Он сказал, все, как спруты, хотели не просто снять кино, они хотели влезть в наш с братьями бизнес. Они все хотели контролировать. И только единственный человек, который действительно увлекся идеей кино и снял это кино и дал денег, это Жора Малков. Вот, Жор. Да. Все вчера было сказано. Сколько дал денег? А, вот так сразу? Да. Ну, смотрите, на самом деле для этого кино, ну, в общем, оно достаточно сложное в реализации было, и иллюзии его поставить. Все, в общем, в достаточно разумных деньгах. То есть этот фильм нам обошелся там в районе 80 миллионов рублей. 80 миллионов. Сколько планируешь получить? Больное. Давайте пропустим. Нет, нет, ну, подожди, ну, помечтать. Да, помечтать. Просто, хорошо, помечтаем. Да, да, ну, смотрите, во-первых, как бы коронавирус, понятно, что немножко подсадил. И да, давайте самое главное скажем, что кино-то в кинотеатрах. Да. И вот то, о чем вы рассказали, что будешь смотреть на титры с сожалением, вам гарантирую. И почему это посмотреть надо в кино? Потому что, в общем-то, это уникальная штука с этим кино. То, что это одновременно как бы и шоу полноценной иллюзии, и кино, в котором все происходит в режиме, ну, как бы, реального времени. Нет, если вы смотрели фильм «Скорость» или «Телефонная будка», то все вот так, вот вы сели, в этот момент, ну, как бы, началось там шоу. И все, что параллельно будет происходить, некий злодей, который захотел ребят наказать, и по этому шоу, значит, начало работать. Пошло не так. Пошло не так. Вот, это все, при этом ребята пытаются справляться, пытаются выяснить. Ну, еще бы, кто-то из них должен погибнуть по итогам этого шоу. А вот, не знаю, но погибнут трупы. Но, да, Жор, но все-таки сколько планируешь получить? Да, ну... Ну, давай помечтаем, но русское радио имеет... Нет, смотрите, понятно, что наши фантазии до коронавируса были, конечно же, в том, что мы должны... Во-первых, ну, надо понимать, что ту цифру, которую в кино бы мы собрали, там очень много с кем приходится делиться. Самими кинотеатрами, есть такой прокатчик. Поэтому для того, чтобы нам эти вот 70, 80 вернуть... Отбить, да. Да, то есть нам нужно, значит, собрать минимум в два с половиной раза больше кинотеатра. Отлично, даем установку на это. Сразу после короткой рекламы и песни мы продолжим говорить о деньгах и о том, как стать звездой в кино. А, Георгий Малков, он же Жора Малков, продюсер и экшена «Смертельные иллюзии», и вообще кинопродюсер. И человек, благодаря которому, вот все видели уже ролик, ну, слушатели русского радио, они всегда следят за всем, что происходит в нашей жизни. Такие у вас лояльные аудитории, прекрасно. Да, у нас самая лояльная, самая мудрая, самая веселая, у нас самая клевая аудитория вообще из всех, какие только есть. Уж я 30 лет в радиоделе, я это точно знаю. Вы знаете, и они, конечно, я уверена, друзья, что вы многие видели новый ролик русского радио, девушка едет, слушает. Это вот как раз мы посвящали всем, кто слушает нас. Это мы про вас снимали. И вот благодаря как раз Жоре этот ролик состоялся. Спасибо вам. Пожалуйста. Ну, расскажите, вы сами придумывали этот ролик. Нет, 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 в этом смысле мы были всего лишь... Создателями. Нет, потому что называется производитель. Производитель. Да, весь креатив был на стороне ваших коллег. И мы просто там, обладая навыками, умениями производить видео, мы просто сделали это. Сделали твой ролик. А вот скажите, как продюсер. А вообще продюсер-то вмешивается в творческие вопросы, в кино, в роликах? Все всегда по-разному. Бывают разные продюсеры. В случае в этом вмешивался продюсер, и только исключительно были ваши коллеги. Да. И они вмешивались, и очень активно вмешивались. А вы конкретно вмешиваетесь? Если говорить про наши истории, которые мы делаем, безусловно. Точнее так, я вмешиваюсь везде, кроме, собственно, площадки. На площадке должен, как бы, рулить режиссер. Вот до того, как вышел на площадку, после, когда начался монтаж, там, да, я активно участвую. Она, когда с ним идет съемочный процесс... Там уже все бесполезно. Ну, не потому что бесполезно, это просто дезориентировать, может, актеров, группу, кто здесь главный. Это плохо заканчивается. Говорим сегодня про деньги, про то, как стать звездой. Я все посчитаю до копеечки, сразу после короткой рекламы и песни. Приветствую, кто присоединился к нашу компанию. Сегодня у меня в гостях продюсер, кинопродюсер Жора Малков. Мы говорим и про последний ваш фильм «Смертельные иллюзии», который вот уже с сегодняшнего дня как раз стартует, а все кинотеатры. Но мне интересно, вот как продюсер себя чувствует перед премьерой эмоционально? Ну, все-таки уже не первый фильм, поэтому, конечно, уже все это, ну, как бы, казалось бы, стоит привыкнуть. Но, тем не менее, не получается. Конечно, это всегда волнение, особенно сейчас в нынешних ситуациях, когда мало того, что, ну, значит, как бы волнуешься о том, как пойдет кино, во-вторых, волнуешься, пойдет ли зритель в связи с тем, что происходит. Вот, поэтому важно другое, что, конечно, всегда есть момент, насколько твое кино, которое ты начал делать там полтора года, все сейчас так быстро меняется, я даже не беру сейчас там коронавирус, насколько это кино сейчас еще актуально для кинопросмотра. Я имею в виду для похода в кинотеатр именно, а не для того, чтобы посмотреть где-то на платформе, которая очень развивается. А скажите, Жор, вот есть какая-то примета у продюсера? Ну, вот, например, как у студентов, есть же свои приметы? Вот, чтобы кассу собрать, чтобы зритель пришел, ну, и чтобы критика была хорошая. Ну, вот, так как я, знаете, есть такое выражение, как бы, наука – это статистика, освобожденная от веры. Поэтому верить, конечно, хочется и в приметы, и все, но чтобы себе потом не расстраиваться… Что? Неужели ничего нет? Никакой приметы? Ну, нет. Да ладно? Это такой вот скучный продюсер. Хорошо. Я уверен, что есть продюсеры, которые делают перед этим все, и не бреются, и все такое. И голову не моют. И голову не моют. А скажите, вот если только между нами, а критику можно подкупить? Опять же, на этот счет нет экспертизы у меня. Я не подкупал. Почему? Но слышал, слышал. Что слышал? Что бывает? Сколько это стоит, мы узнаем сразу после песни. А Георгий Малков, он же Жора Малков, продюсер, кинопродюсер. Больше 50 фильмов же у вас, да? Еще нету 50. Сколько надо еще? Ну, ладно. Смотря как считать, 3-4. Хорошо. Последний фильм «Смертельные иллюзии». Мы сегодня вспоминаем этот фильм, потому что сегодняшняя у меня премьера. Мы только о нем и говорим. Вспоминать это мы будем его месяца через 3, когда он, я надеюсь, только закончит свой проказ. Слушайте, ну вот самая ключевая продюсерская роль – это кастинг. Да, вы думаете? Хорошо. Запомнили все? Я как актриса так думаю, понимаете? Ну и как зритель, наверное. Наверное, скажите, правда ли, что можно попасть в кино через постель? Опять все неизменно. Я тоже про все это слышал. И про подкупную прессу, и про актрису через постель. Где? Все почему-то мимо меня. То есть вам, вы таких предложений не получали? Так. Предложения получали или нет? В прямую нет. А какие были? А в кривую? Нет, ну просто люди присылают тебе в Facebook свои фотографии, говорят, снимите меня. Но не было такого «снимите меня» и вот этого все, что вы говорите, не было. Такого не было. Вот знаете, что самое странное и удивительное? То, что я реально отовсюду это слышу. Но вот сколько... Ну я мало снимала в кино. Это оправдание тех, кто не пошел к кастинг. Им же надо себя чем-то оправдывать. Нет, я много раз не проходила кастинги. Но я никогда, во-первых, себя не прилагала. Но ко мне никто никогда не приставал в кино. И даже там, где я снималась, ни режиссера, ни продюсера, вот ко мне не приставали. Я думала, боже, может быть, а другие актрисы рассказывают. Были комплексы, да? Да, это что? Думаю, ну. Были. У меня... Ну должны. Значит, что-то со мной не так. Ну теперь... Да. Но были комплексы. Я честно могу сказать. Хорошо. У актеров есть свой российский рейтинг. Кого надо снять, чтобы наверняка этот человек сделал вам касту? Нет такого. Есть какая-то... Это необходимое, как вы знаете, математики говорят, но недостаточное требование. То есть тебе нужен, нужна звезда, чтобы собрать кассу, но это не означает, что звезда соберет кассу на любом. Хорошо. Но кто эти люди, которые точно соберут фамилии? Опять же, сейчас, ну то есть, условно говоря, ну, примеры, там, условно, Саша Петров или Сергей Бурунов, который связан, там, Александр Бортич, вот это те люди, которые последние, там, несколько фильмов... Сейчас собирают кассы. Да, у них были кассовые, там, Викович. Хорошо. А какую... Викович. Поняла. Все, поняла. А какую сумму, вот, максимальную вы платили актеру в день? Максимальную? Да. Ну, 10 тысяч евро. Это кто был? Ну, пожалуйста, ну, нет. Ну, нет, это же не мою жизнь в данном случае, а вдруг он от налоговой прячет их? Ну, еще, мы же не говорим, когда это было. Да нет, на самом деле, шучу, там, все, для налогов, все прозрачно, платили по договору, вот, ну, главное, что... Ну, фамилия. В общем, ну, лучше... Ну, ладно, я попытаюсь, все-таки, сразу после короткой рекламы и песни, раскрутить нашего продюсера. Он не один такой, еще, я скажу, их там... Ну, хотя бы одну фамилию, скажите. Как минимум, 2-3 человека, которые столько стоят. Ну, хотя бы одну фамилию. Не, ну, точно столько, даже больше, так говорят другие продюсеры, стоит Дмитрий Нагиев. Ага, вот так вот, а мы его не снимали? Мы нет. Ну, в тот момент, когда он столько стоил, мы его не снимали, мы снимали раньше. А сейчас он стоит дороже или дешевле? Нет, я говорю, что вот сейчас он стоит столько, а мы его когда-то снимали, когда он еще стоил меньше. Все-таки грамотный продюсер, это и тот продюсер, который снимает актера за меньшие деньги. Да или нет? Ну, грамотный продюсер, который снимает звезду в тот момент, когда она еще не стоит вот этих денег, но уже... Но она уже сделает кассу. Да, вот. Продолжим считать денежки нашего кино. Мы продолжаем говорить про кино, потому что у меня сегодня в гостях сам что ни на есть популярный российский кинопродюсер Жора Малков. Я недавно услышала такую вещь, ну, я очень люблю Джонни Деппа, и поэтому последние новости, которые там происходят с ним, меня тоже очень волнует. Он снимался в третьей части «Фантастических тварей» и... О, ужас! О, ужас! Я не пойду в это кино больше. Ну, в смысле, не в это кино, а смотреть этих тварей. Потому что после того, как он проиграл суд своей бывшей жене, его вырезали продюсеры, режиссеры из всего фильма, теперь его роль будет играть другой человек. Это что? Как это? Верно, да. Ну, не потому что он проиграл суд, а потому что, типа, признали факт... Что он сбивал свою жену? Да. Да. Так, скажите, вот как продюсер Жора? Вы бы могли бы вот так же поступить с любимым артистом? Ну, смотрите, за вопрос, что бы он совершил? Вот если истории, вот порядка того, что было... Ну, вот помните, как у нас с Башаровым было? Он тоже побивал своих жен? Да, вопрос непраздный. Смотрите, я лично, если бы на меня, ну, как бы, не было сопряжено... То есть я не лицо, принимающее решение в таких вопросах. А кто лицо? Ну, как бы, деньги, которые вкладываются в кино, они не мои. Поэтому в данном случае я оперирую, есть деньги инвесторов, там, партнеров, и поэтому в данном случае... Если кто-то вам позвонит и скажет, слушай, мы тебе дали денег, вот этот актер сниматься не должен. Нет, нет, я про другое. Что они скажут? Слушай, что значит мы сейчас будем переснимать, у нас для этого нет денег? Так, ну, наоборот. А, наоборот. Слушай, мы, наверное, должны солидаризироваться сейчас и, как бы, вырезать. Скажут, слушай, ну, может быть, мы и должны, но деньги кто вот эти вот вернутся? Да, кто вернется. Вот, поэтому, если все, как бы, будут едины в этом мнении, понятно, что, опять же, вопрос... Короче, ваше мнение, вы бы за актера были или против него? Вот конкретно в этой ситуации, вот конкретно в этой ситуации, вот так, как я следил за этой историей, я, честно говоря, до сих пор не уверен, что... Он ее бил. Да. Что правда на ее стороне. То есть Джонни бы вы не вырезали? Вот конкретно в случае с Джонни я бы не вырезал. Джонни, ну, вообще, да, приезжай, здесь с тобой не будет таких поворотов судьбы. Сколько он стоит, кстати? Ну, это вообще неуправляемая вещь. А деньги он получил? Да, да, они написали. Warner Brothers, которые снимали этот фильм, и сказали, что они все выплатили. Я не знаю, зачем мне это все знать. Да, но они будут. Вот в данном случае, как называется, они, как бы, получается, поддержали обе стороны. И ту сторону, как бы, жертву, вырезав его, и при этом ему заплатив деньги, потому что... Ну, хорошо. Окей, ладно, сейчас после великолепной песни, которая у нас тут, правда, все очень хорошая. Ну, понятно. Мы еще продолжим говорить, а вслед... Просто я не пою, поэтому все песни великолепные. Никогда не пели? Нет, в смысле. Пою, просто не так великолепно. А мы... Я хочу напомнить, что у нас в следующем части будет игралочка. И так как мы сегодня говорим про фильм-экшен, посвященный фокусам иллюзии магии, а игралочка тоже будет на эту же тему, на тему иллюзии. Ну, естественно, с подарками. Давайте. Мы говорим про кино, и, конечно же, говорим с продюсером, кинопродюсером Жора Малков. И самое интересующее людей, которые все-таки любят кино и хотят каким-то образом туда попасть, можно ли попасть в кино через массовку? Ну, наконец-то. Вот тут скажу категорично. В кино через массовку попасть можно. Гениально. Сколько получает человек в массовке? Да, единственное, что это вот такая неромантическая совсем вещь. Конечно, ты в итоге можешь увидеть себя на экране, но это 12 часов на площадке. Тебя, возможно, вызовут. А иногда бывает, что массовку вызывают и кого-то не снимают. Но, и так... Идеальный вариант. Тебя вызвали, у тебя, ты появился в кадре, даже твой крупный план, потому что сидел в зрительном зале, ты хорошо среагировал, оказался в одном фильме с большими актерами. Платят за это в зависимости от подготовки актера, значит, в каком виде он приехал в своей одежде, или ему одежду давали на площадке. Это от 1000 до 3000 рублей. За день? За 12 часов. За 12 часов. Да. Ну, ничего. Так, хорошо. А может ли человек с улицы прийти? Так, не, откуда. То есть есть... А как? Как? Вот сейчас нас слушают. Вот как? Да, да, да. Да, ну, опять же, есть люди, которые организовывают этих людей. Ну, как? Куда позвонить, где найти? В социальных сетях. Да. Наверняка есть по поиску кастинг. Да. Вы можете, там, наверняка есть ряд кастинг-агентств, вы можете оставить заявку, что я готов, ну, там, в таком качестве. Поэтому это люди, которые, как правило, где-то работают. Тут просто на их заранее там знают, что вот этот человек работает, потому что если мы захотим его снять, значит, мы его должны предупредить за 2 дня, чтобы он взял отгул или еще что-то. Отлично. Ну, и, наконец, самый главный вопрос. Можно ли из массовки стать звездой кино? Ну, это точно ближе, чем попасть просто с улицы, потому что вы уже на площадке, и вдруг, случайно, как-то заметят... По крайней мере, можно оказаться в следующий раз в эпизоде. Из эпизода оказаться в роли второго плана и... И вперед. Вот на этой позитивной ноте мы, к сожалению, прощаемся. Жор, приятно было познакомиться. А теперь остаемся все на русском радио и бежим в кино на «Смертельный иллюзий». Да, бежим в кино на этом уикенде. Вечернее шоу Аллы Довлатовой.